Ну, дорогие друзья, давайте с вами поговорим ещё об одном подходе к пониманию веры. Я бы назвал её «Вера New Age» или, может быть, какая-то харизматическая вера, вера как самогипноз какой-то. Однажды во время собрания я рассказал такой случай собственной жизни. Когда мне было около 15 лет, мы поехали с молодёжью в соседний город. И по пути мы остановились перекусить. И в той местности были небольшие сопки. Я помню, я отделился от всей молодёжи, встал напротив сопки, и тут я вспомнил, что если я буду иметь веру в гортичное зерно, то я могу сказать, чтобы гора Си-Сиа вернулась в море. Я решил проверить. Я встал напротив этой сопки и сконцентрировал всю свою веру в единое целое. Я попробовал сосредоточиться, чтобы у меня это действительно получилось, чтобы я действительно верил и приказал сопке, чтобы она сдвинулась. И знаете, что с ней произошло? И в этот момент, когда я говорил об этом на собрании, один брат воскликнул. Она осталась на месте! Да, вы знаете, сопка осталась на месте. Сколько мы не пытаемся передвигать наши сопки, наши горы. Один, в одной книге написано, как человек пытался передвигать скрепки на столе. Да, они все так же остаются на своих местах. Чего же не хватало? Веры, один из братьев как-то вспомнил аналогичный случай. Верующая бабушка перед сном выглянула в окно, и перед ее взором была небольшая гора. Она верой приказала на следующее утро, чтобы эта гора исчезла. Утром, проснувшись, она открыла окно, выглянула туда и увидела, что гора на месте. Я таки знала, что она никуда не денется. Подвела бабушка итог своему эксперименту. Подобных комичных случаев огромное количество. Когда мы пытаемся верой исцелить, верой повелевать или еще что-то. У кого-то что-то получается, кстати, да. Допустим, чешется под лопаткой, верой приказал, перестал чесаться. От реального давления спал, ну и еще что-то такие. Часто оказывается, что это какие-то просто махинации, самовнушение, еще что-то. Но вот является ли верой вот таким вот каким-то аутотренингом, самовнушением, когда мы пытаемся себя вот так вот повернуть на какой-то лад и чтобы вот так вот поверить в это. Похоже ли это на какой-то прыжок в темноту, когда ты не знаешь, что там, но ты должен уверовать, что там что-то есть, что все это кончится хорошо. Должен ли ты чувствовать, что это должно кончиться как-то хорошо? И вера вообще чувствует ли это? Эрла Штеган из Южной Африки, из своей книги «Пробуждение начинается с меня». Ну, как бы, в целом, отрезательные книги. Там есть очень интересный пример, который я хотел бы вам прочесть. Со временем я научился наблюдать. Вы, наверное, уже также заметили, что в разных частях Земли, в разных церквах и течениях разным вещам придается главная роль. Так, например, американцы проповедуют всегда подчеркивают значимость веры. Главное – только верой. Не важно, как при этом обстоит дело внутри, лишь бы только верил. Услышав такое, я подумал, что, может быть, это действительно тот секрет и тот ключ, который давно ищу. Возможно, поэтому меня и постигали неудачи, что у меня слишком маленькая вера. Внутренне ободрившись, я решил сделать эксперимент. «Считаю, что если не можешь решиться на что-то, то не можешь и получить». И вот уже на следующем собрании я говорил всем о вере. Причем в продолжении всей проповеди постоянно делал особое ударение на словах «только веруй». В самых красноречивых выражениях я убеждал слушающих, что главное, в чем мы нуждаемся, – это вера. Нужно только верить, и тогда можно будет горы переставлять. И знаете, что после этого произошло? «В числе присутствующих на богослужении были люди, у которых в семье был слепой. Услышав от меня, что нужно только верить, и тогда увидишь славу Божию, они очень обрадовались. Дождавшись конца проповеди, они быстро пошли домой, привели своего слепого отца и сказали мне, «Мы слышали сейчас, что если веришь, то все может совершиться. Наш отец слепой. Мог бы ты за него помолиться, чтобы он прозрел?» «Ну и ну», – подумал я. «Интересно, во что это мне обойдется?» Однако, не подавая вида, я спросил их, «Вы тоже верите?» «Да, конечно». «Хорошо», – сказал я. Иисус спрашивал всякого приходящего к нему больного, верит ли он. И тем самым я утешал себя, что не буду единственным виновником, если это слепо не прозреет. Тогда, по крайней мере, и они будут виноваты. Я попросил этих людей прийти для молитвы позже, в обед. После чего постарался собрать всю мою веру большую кучу, желая при этом, чтобы она была у меня подобна огромной горе. И вот в назначенное время они пришли. Хорошо подготовившись, я надеялся, что теперь у меня будет достаточно веры для подобной молитвы. И у них тоже. Возложив руки на голову слепого, молился и верил. Закончив молитву, я поскорее открыл глаза и посмотрел на больного. Но, увы, он оставался слеп. И я покачал головой не в силах этого понять. Ведь я все-таки так сильно верил. Эти люди ушли от меня разочарованными. А я еще долго продолжал стоять, повторяя. Господь, я не понимаю этого. Нет, я действительно уже ничего не понимаю. Неудивительно, что вот такие вот проповеди, такие вот настроения о том, что нужно верить, и тогда все сбудется. И вообще вот эта вот вера, она же уже не связана ни со Христом. Вот эти вот Мартин Лютер, вот эти вот его тезисы, что она должна быть христологичной, эта вера. То есть тут уже зачем, ты просто должен верить, что ты прозреешь, ты должен верить, что ты станешь богатым, ты должен верить, что ты станешь успешным. И вот это вот все культивируется, да, то есть человек должен сначала подумать о чем-то позитивном и начать позитивно мыслить. И тогда вот этот позитив, он придет в его жизнь. Волчманни в книге «Нормальная христианская вера» тоже подобный пример описывает. У меня есть два соработника, брат по имени Ни и сестра по имени Ли. Они начали свою христианскую работу недавно, и оба они близорукие. В конечном счете они стали носить очки. «Сестра Ли пришла к Господу и помолилась, Господь, ты уже исцелял слепых, не мог бы ты сделать то же самое для меня? Мне очень неудобно ходить по деревням, проповедовать в этих очках, Господь исцели меня». Она молилась на борту маленького парохода по пути в деревню. После своей молитвы она знала, что Бог ответил на ее просьбу. У нее была вера внутри, и она бросила свои очки в воду. После этого глаза ее были исцелены. Эта новость дошла до брата Ни. Однажды он пришел ко мне и сказал, «Бог исцелил глаза сестры Ли. Я верю, что Он сделал то же самое для меня». Я ответил, «Ты сказал, что Бог исцелит тебя, и это доказывает, что у тебя еще нет веры. Ты не получишь исцеления». Однако он настаивал, что Бог совершит чудо, и что у него есть такая вера. Спустя два дня он был на проходе. Он снял свои очки и бросил их в воду. Через месяц мы встретились, и он сказал мне, что в состоянии его глаз нисколько не улучшилось. По видимости, Бог не исцелил их. Я сказал, самое умное, что ты сейчас можешь сделать, это потратить 12 долларов и купить новые очки. Он ответил, что ей проповедовать в Кудзянь, и вернется через четыре месяца. У него была вера, что Бог тому времени его исцелит. Я сказал, если ты думаешь, что через четыре месяца Бог исцелит тебя, ты возлагаешь веру на будущее. Это не подлинная вера. Теперь вы понимаете, у сестры Ли подлинная вера. Она сказала, «Господь, я тебя благодарю за то, что я больше не близорукая. По этой причине я обрасываю свои очки». Но брат мне сказал, «Когда я выброшу свои очки, я исцелюсь». Она верила, что Бог уже совершил ее исцеление. Вот чего требует настоящая вера. Это вера, которая верит, что Бог полностью совершил и исполняет свою волю. Вот знаете, очень красивая сказка. Но сказка в каком плане? Не в том, что сестра Ли получила исцеление. В этом мире действительно происходят чудеса. И самое великое чудо – это дарование Духа Святого. Дело не в том, что люди получают исцеление и какие-то там свои жизни. А вот эта красивая картинка, красивая обертка абсолютно не связана ни со священным писанием, ни с верой. То есть вера – это когда ты уже получил исцеление, и ты должен жить в соответствии с этим, как будто ты уже исцелился. Вот понимаете, вот такая происходит подмена. То есть ты должен уже считать, что ты богат. Ты должен уже провозгласить. Особенно вот это любят в харизматических церквах. Провозгласить, что ты свободен от греха. Ты свободен от греха. Провозгласи эти люди. Я свободен от греха. Или я верю, что Бог меня простил. Или я верю, что я прозрел. Не надо изучать объекты веры ни в коем случае. Это может наоборот только повредить. Здесь нужно вот это вот самое главное – поймать вот эту мистическую волну. Вот это приподнятое состояние, которое пытался Мартин Лютер в свое время. Расскажу пример, который был в нашей церкви. Служитель у нас рассказывал, что они пошли изгонять беса и сестры. Их было четыре служителя. И вот они сказали, братья, кто верит, что она получит исцеление? И один брат говорит, ну я как бы не верю. Они говорят, давайте будем молиться, чтобы каждый из нас верил. Они стали молиться. Потом снова спросили, кто верит? Он говорит, я снова сомневаюсь. Они говорят, давайте еще будем молиться. И снова молились. Кто верит? Брат говорит, я все равно сомневаюсь. Они удалили этого брата, пошли и изгнали из этой сестры бесов. Вот такие подобные истории, они формируют вот этот взгляд на веру, как на какую-то установку. Получается, что Бог, он подневолен. Инициатор всех действий уже не Бог, а человек. И вот эти волшебные манипуляции Господом, они остаются действительно манипуляциями. Однако мы в Священном Писании встречаем очень много места, где вдруг оказывается люди проявляют какую-то совершенно другую веру. Вообще с другими механизмами. Допустим, да, апостол Павел говорит, что он оставил Тимофея, и он же его не исцелил, да, то есть Тимофей остался больным. И здесь не идет разговор о том, что Тимофей не верит в исцеление, да. У самого Павла у него были жало в плоть. Или давайте вспомним вот этот классический пример трех юношей, которых царь Новходоносор собирался бросить в печь, да. И он им говорит, что я вас брошу в печь. И они ему говорят, что мы верим, что Бог силен нас спасти. Однако даже если это не так, да, если мы все равно сгорим, то мы все равно твоему стукану не поклонимся. И вот это вот действительно, их вера выразилась в том, что они вошли в историю Бога, да, вот единственного Бога-Творца, и они были ему верны, ему подчинялись. Им без разницы было, горят они или останутся, они были верны Богу. И именно в этом их проявлялась вера. А вот эти вот, вот эти люди, которые верят в такую веру, как какую-то самоустановку, да, они бы сказали, так вы сгорите, конечно, сто процентов, вы должны провозгласить, что вы не сгорите. Да, сказать, я не сгорю, это уже, это факт свершившийся. И потом смело шагнуть в огонь. Да, а если бы сгорели, значит, вы не верите. Значит, у вас недостаточно было веры. У кого-то из вас троих недостаточно было веры, поэтому сгорели. Однако это герои веры, эти трое юношей, которые шагнули в костер, но они сказали, что даже если этого не случится, мы все равно останемся верны Богу. И именно в этом проявилась их вера. И вот эта вот самая уверенная вера, вера в силу веры, да, когда веру, якорь забрасывают не куда-то там в Иисуса Христа, а якорь забрасывают в веру, да, вот в эту, то, что вот вера, это настолько важно, надо верить, надо верить, да, вот эта вот вера как самоустановка, и уже туда забрасывать якорь. И потом проверяют, крепко ты не веришь. Если ты крепко веришь, значит, ты спасен, да. Вот казалось бы, что действительно надо верить в Иисуса Христа и получишь спасение. Но происходит вот эта глобальная подмена. Оказывается, вера, она может выступать как ложное средство спасения, да. Представляете, насколько удивительная вещь. Вера как ложное средство спасения. В каком случае? Когда вера это не есть сопричастие истории Бога, да, когда мы входим, мы видим план Божий, который выполнится в Иисусе Христе и стал недоступен через Дух Святой, и мы под воздействием этого меняем свою жизнь. А когда вера становится вот этим волшебством, вот этой самоустановкой, когда мы начинаем просто верить вне зависимости от объекта нашей веры, да. То есть вот эта вера, она же не зависит от объекта нашей веры. Она зависит от внутренней, субъективной, субъективной вот этой установки. Вот понимаете, вот настоящая вера, ну, не столь важно, насколько ты крепко или сильно в это веришь. Важно, во что ты веришь, в кого ты веришь. Вот он надежен или нет, понимаете? То есть, если я даже хоть чуть-чуть верю в надежного, допустим, в человека, да, допустим, в Иисуса Христа, чуть-чуть, то это неимоверно лучше, чем верить в ненадежное что-то, очень крепко и очень сильно, понимаете? И вот когда люди, а люди хватаются просто за свою веру, они говорят, что надо ее культивировать, развивать, чтобы она была огромная. Но верят они не в Иисуса Христа, они не рассказывают об Иисусе, о его плане, о замысле Божьем, не о том, что написано в посланиях. Они говорят о том, что нужно верить в силу веры. Самая вельная вера может увести человека в сторону от Бога. Мышление современного человека проникает индуистское понимание, основывающееся на вере в силу веры. Понимаете, вот это идет на самом деле из Индии, когда нужно верить в силу веры. На вере в положительное мышление. Понимаете, вот здесь играет роль вот именно, что надо положительно мыслить, провозглашать, что-то сбылось. На вере в то, что если мне не удастся поверить в то, что что-то произойдет, то это действительно произойдет. Понимаешь? Понимаете, то есть я верю, что я спасен. И мне надо настолько в это сильно поверить, чтобы вот это стало действительно правдой. Вот такое чудо, да? То есть там ненужный Иисус. В учении йоги для достижения эффекта веры используются медитации, что является одной из форм гипноза, которые ревностно протекуют адепты этой разрушающей сознания секты. Медитация является основой движения New Age, новый век религии Антихриста, которая пытается объединить под собой все религиозные конфессии. Да, вот смотрите, то есть вот эта вот вера в силу веры, она все больше и больше объединяет людей, да? Надо верить. Как стать богатым? Верь. Верь, что ты станешь богатым. Провозгласи, что ты уже миллионер. Все, ты уже миллионер. Ты должен всю комнату развесить и завешать ее тем, что ты миллионер, я миллионер, я езжу на суперкрутой машине, у меня очень дорогая квартира, я успешный, я продвинутый, да? И вот таким вот позитивным мышлением люди считают, что тогда все это сбудется, что вот этот вот посыл в космос, он потом возвращается обратно. Мир наводнен пропагандистской литературой, фильмами, а также организовываемыми занятиями в общественных учреждениях, не нацеленных на мнимое укрепление физического и психического здоровья. Даже в детских книгах, компьютерных играх и мультфильмах уже проповедуются управление предметами или событиями при помощи энергии веры, да? То есть вот эта вот сила вера в силу веры, она сейчас культивируется, она сейчас очень модно, да? Даже есть детские игры, вот эти вот компьютерные игры, да? Где посредством управления веры, ну, происходят там какие-то вещи, да? Фильмы снимаются, где люди при помощи вот этого позитивного мышления меняют мир. Об этом говорится как типа тайна, которую сейчас раскрыли, что об этом все знали, что вот это вот позитивное мышление, там и этот Леонардо да Винчи, все-все-все-все-все, там вот они все этим делали, пользуются. Предметы переставлять можно силой веры, да? То есть вот уже с христианством здесь вообще ничего не связано, да? То есть достаточно просто верить, что ты спасен, и ты действительно будешь спасен. Достаточно просто верить, что ты избавлен от греха, и ты избавлен от греха. Тебе уже не надо ни борьбы, ни прикладывать, ни усилия, не сотрудничать с Духом Святым. Тебе просто надо настроиться каким-то образом, да? Тебе нужно высвободить веру, высвободить веру, да? И какие есть методы для высвобождения этой веры? Ну, во-первых, это какие-то повторения, да, допустим, ну, как эти книги практикуют. То есть тебе надо повторять, допустим, такую мантру «Иисус Христос Господь, Иисус Христос Господь, Иисус Христос Господь». И это помогает твоему духу высвобождать веру, и она начинает действовать. Да, вера, она может отяжелеть, там, бес ее могут, там, загнать в угол. Ты должен провозглашать, провозглашать Иисуса Христа царем на всей вселенной. Ты должен исповедовать пред всем миром. И тогда ты станешь Богом, да. Если ты научишься управлять силой своей веры, то тогда ты станешь Богом. И вот, к сожалению, и Священное Писание вот забывает вообще про все эти иудейские заместительные жертвы, про все, вот про все. Получается, вот, Иисус Христос, это был первый такой волшебник, который творил чудеса при помощи веры. И вот мы стали такими же волшебниками, такими же фокусниками, да, которые могут совершать чудеса при помощи силы веры. Вот происходит вот такой обман. То есть, посмотрите, есть как бы три подхода к пониманию веры, и как часто вот они друг друга взаим, ну, заменяют. Есть вот такой вот New Age подход к пониманию веры, как вера, самый гипноз, вера, силу веры, да. Есть его философский подход, как вера, как какая-то низшая форма знания, да. И есть, ну, вера, как сопричастие истории Бога. Они абсолютно разного характера, да. Абсолютно. Если философская вера, это просто умственное какое-то умное заключение, да. Если вера, как сопричастие, то это сопереживание истории Бога, это вхождение в историю Бога, это изучение Священного Писания, это постижение того, о чём написано в Священном Писании, да. Это способность рассмотреть замысел Творца, как он воплотился в Иисусе Христе, и это сотрудничество с Духом Святым, да. Это медленная, кропотливая работа по вынашиванию плода Духа Святого в нас, да. Это формирование нового характера, новых привычек. Это работа, ну, признание своей греховности, и работа над проявлениями нашей греховности, да, ограничения. Это, ну, то есть это, это, это огромная просто работа. И с другой стороны есть вот эта вера, как Нью Эйдж, да, вера, как волшебство, вера, как гипноз, вера в силу веры. И как часто, вот, к сожалению, наши проповедники, они знают, что, ну, как бы, надо верить, не важно, Моисеев закон не работает, чистое сердце не работает, совесть не работает, пока не работает, да, вот эти все плотские приемы спасения не работают, а работает только вера. И они начинают проповедовать про веру, но все это пропитано вот этим харизматическим представлением о вере, к сожалению, о вере в силу веры. Они могут целую проповедь говорить о вере, понимаете, но так и не упоминать вообще Иисуса Христа. Они могут говорить, надо верить, 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 надо вот позитивно мыслить, 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 мыслить позитивно, быть таким позитивным, И тогда все в своей жизни станет хорошо, ты станешь успешным и богатым. Но, к сожалению, мы знаем в Священном Писании, что многие люди претерпели над собой пытки и не получили ожидаемого. Но это не говорит о том, что они перестали быть людьми веры. Люди веры — это которые видят замысел Творца, который воплотился в Иисусе Христе и стал доступен через Дух Святой. Вот это люди веры, понимаете? Вот нас с вами отличает от всех остальных, не детей Авраама, именно вера. Вот вера у нас есть. Вот понимаете, когда говорится, что ты не получил исцеление, потому что у тебя нет веры. Да не может быть такое. Я рожденный от Духа Святого и свидетельство — это вера. Понимаете, вот я дитё Авраама, у меня есть благословение Авраама, и вера — это свидетельство, потому что я вошёл в эту историю, я стал сопричастником. Единственное, что у меня есть — это вера, понимаете? И когда мне начинают говорить о том, что у тебя нет веры, потому что ты не получил спасение, то возникает вообще... А о чём идёт речь? Как вы можете сказать, что у меня нет веры, если меня отличает от всех остальных людей именно моя вера? Именно то, что я разглядел в Иисусе Христе своего Спасителя и вошёл в эту историю, и Дух стал святой моим. Как вы можете сказать, что у меня нет веры? Это вообще полностью абсурд. У меня нет вот этого позитивного мышления, понимаете? Вот с этим я согласен. У меня нет вот этого самогипнотического настроя какой-то, вот этой внутренней какой-то уверенности. С этим я согласен, что этого у меня нет. Но это мне не нужно. Я вообще не вижу никакого подтверждения в Священном Писании. То есть это именно индуистская теория, которая всё больше и больше благодаря движению Новый Век охватывает, к сожалению, и христианские деноминации. Когда люди видят абсолютно индуистское понимание веры, и они думают, что это христианское, и на этой почве люди будут объединяться, к сожалению. Понимаете, в чём проблема происходит? И очень многие проповедники, проповедуя о вере, они вообще не упоминают ни об Иисусе, не раскрывают ни об объекте веры. То есть, говоря, чтобы укрепить нашу веру, нужно говорить об объекте веры, а не о самой вере, о том, что в это надо всё верить, 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 верить и верить глубже. У меня есть неплохой рассказ, который я считаю, который написан в частности о вере, там очень много. Но он называется «Дети Божьи». Вы можете почитать там разные категории христиан, да, детей Божьих, которые по-разному проходят через трудности. И в частности, один есть такой, который именно верит в силу веры. Ну, и там объясняется очень хорошо, насколько это не христианское понимание, не христианское, это не священное писание. Об этом можно прочитать в книгах по бизнесу, в книгах по психологии, по каким-то тренингам, понимаете. Но сказать, что теперь священное писание стало в уровне с этим же самым, и для того, чтобы культивировать вот эту силу в силу веры, ну, не знаю, мне кажется, это абсолютно не из христианской области, к сожалению. Но очень многие именно так и понимают веру, как вера в силу веры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова